Как прошло, как прошло. Все как обычно, как при любой политической мере пресечения. Выступил следователь, зачитал стандартные формулировки из УПК, что ее надо очень закрыть, она очень опасный преступник. Собственно, по-иному нельзя. И вообще, надо ей запретить общаться с ее дочкой несовершеннолетней. Это мне больше всего понравилось. То, что вообще напрямую противоречит, я уж молчу про Семейный кодекс в данном случае, про УПК, политике государства это противоречит. Начнем даже с фраз Владимира Владимировича, нашего любимого, который говорит о том, что семья – это самая большая ценность. Вот следователь предложил запретить родной матери общаться с ее дочкой, изолировать ее от свидетеля по делу, 16-летней девочке. Перед этим изъяв у нее компьютер, на который там все школьные работы, из-за которого ребенок может сейчас школу не закончить. Телефон, личные деньги все. Вот такое вот у нас следствие замечательное. Скажите про СИЗО подробнее. Где ее сейчас? Ну, сейчас, да, я с конвойными разговаривал. Они говорят, что они ее сразу повезут в сезон номер 5, Арсеналка, Арсенальная Небережная Небережная 5. Нет, не 5. Лебеди, на Лебедево. Да, да, да. Соответственно, ну, не знаю, правда это или нет. Сейчас они, по идее, в отдел полиции едут, по-моему, во второй. Оттуда ее, по идее, должны туда отвезти. Ну, так ли это будет, не факт, на самом деле. Потому что, ну, конвойный, он сам не все знает. А все-таки процедура меры пресечения в виде заключения по стражу избирается по месту заявления о ходатайстве следователя? Вообще, да. Вообще, да. Ну, скажем так, в законе не написано, да, где она. Я вчера изылазил вообще все, что можно было изылазить по этому поводу. По идее, да, ее куда определили, где суд избрал меру пресечения, там она и должна в СИЗО находиться. Ну, со следователем, следовательно, это, конечно, свое видение. Я с ним разговариваю. Он мне сказал, что он будет пытаться ее забрать себе. Мы, соответственно, будем сейчас как-то этому подглодействовать, потому что, да, считаем действительно, что жизнь Марии, Маренко, угрожает опасность здоровью, жизни СИЗО Барнаулы, поскольку угрозы от различных органов власти, от различных, скажем так, провластных активистов поступали неоднократно, и она сегодня озвучивала в судебном заседании, да, что даже были некие покушения на нее. С дочкой-то запретили общаться по итогу? Нет, с дочкой не запретили общаться. А она давала какие-то показания, так понял, ее допрашивали. И как ее допрашивали, какие показания были? Мы не знаем. Вот следователь говорил, что она дала какие-то показания, которые обличают ее мать. Я на это ответил следователю, что этих показаний нет в материалах дела, и мы не можем сказать вообще, правда это или нет. Комментарии дочка давала в тот момент, когда Марию судили, собственно, в первый раз, когда было первое заседание, правильно? Обыск был. Комментарии вы какие имеете в виду? СМИ, да? Комментарии дочки. Допрос. Допрос дочки был, да, вот в первое заседание. Получается 25-го, да. 25-го числа, 25-го. Как следствие доказать, что именно посты, которые они говорят, были опубликованы именно ей, именно Марией? Слушайте, ну я не могу так подробно в дело лезть. Апелляцию будешь подавать? Апелляцию обязательно. Завтра же будет подумать. Все будет хорошо. Все получат по своим заслугам. Кто смотрит, кто это получит, не только не существует. Спасибо.